МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На выезде проиграл столичному дорожнику 0-1. Первый матч противостояния БЧ и столицы также завершился в ничью 3-3. В ответ на игре, которая проходила в Гомеле, железнодорожникам для выхода в четвертьфинал достаточно было не проиграть и при этом не пропустить более двух мячей. Столица, которой нужно было обязательно забивать с первых минут, взвинтила темп. Однако хозяева выдержали первый натиск действующего чемпиона и выровняли игру. Моменты начали возникать и у ворот столичной команды. На старте второго тайма и так недлинный список исполнителей у БЧ стал еще короче. Илья Казак получил повреждение, и команда перешла на игру в две неполные четверки. На экваторе второй половины матча столица, на линотабло, которую никак не устраивали, в пятером, включая галкипера, обосновалась на половине БЧ. И на 32-й минуте гости добились своей цели. Железнодорожники не успели за Грициной, который на дальней штанге замкнул прострел партнера 0-1. До финальной сирены гомельской команде добиться спасительной ничей не удалось. Столица в полуфинале. Не хватает нам немножко еще мастерства, но в целом игра положительная. Сегодня, скажу, могли мы и дальше пройти на самом деле. Фортуна была на нашей стороне в прошлой игре. Там мы, скажем так, ничьи были недостойны. С 9 по 13 января в столичном дворце спорта пройдет чемпионат Беларуси по спортивной борьбе. Участие в турнире примут сильнейшие борцы страны. Первыми на ковер выйдут представители греко-римского стиля. После будут соревноваться женщины. Завершают программу чемпионата мужские состязания по вольной борьбе. Сборная Гомельской области выступит на турнире в полном составе. Из главных потерь из-за травм на ковер не выйдут серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро Мария Мамашук. И обладатель серебра прошлогоднего чемпионата Европы среди молодежи Наталья Ланько. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.